с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 19 сентября день оружейника в россии профессиональный праздник всех работников предприятий военного назначения он появился благодаря конечно же михаилу калашникову создателю легендарного автомата а к 47 в качестве даты также выбран день когда православная церковь чтит архангела михаила покровителя небесного воинства в пользу этого решения послужило то что месяц сентябрь связан с оружейной палаты московского кремля крупнейшим местом 16 17 веках производства и хранения оружия в россии как говорится все совпало с 19 сентября также сегодня отмечается день рождения смайлика в далеком 1982 году в этот день профессор университета карнеги мэлона скотт фалман впервые предложил использовать три символа идущие подряд двоеточие дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающегося лица в тексте который набирается на компьютере это было серьезным пополнением электронного лексикона с которым мы все довольно быстро свыклись и без этого мы сегодня уже жизнь не представляем у родившихся 1724 год в этот мир приходит никита демидов русский промышленник владелец тагильских заводов а в 1877 году родился михаил тарханов легендарный русский советский актер артист мхата режиссер педагог народный артист ссср лауреат сталинской премии первой степени кавалер двух орденов ленина и доктор искусствоведения в 1947 родился борис галкин актер театра кино режиссер сценарист продюсер конце 70-х и в середине 80-х его имя гремела на всю страну после роли доблестного десантника в крутых боевиках в зоне особого внимания и ответном ходе для многих он становится идеалом настоящего советского мужчины фильмографии галкина были многие картины и в том числе рекордсмены проката в 1953 году рождается дина рубина писательница и кино сценарист а в 1964 году кайметов певец композитор автор песен и подаривший всем нам словосочетания позиция нам бы ту александр карелин родился в 1967 трехкратный олимпийский чемпион девятикратный чемпион мира двенадцатикратный чемпион европы за выдающиеся достижения в спорте мужество и героизм проявленные на играх 96 в атланте карелину присвоено звание героя российской федерации в 1969 году рождаются кэнди далфер голландская певица саксофонистка анастасия мельникова актриса театра кино и телеведущая а также константин дзю советский российский и австралийский боксер чемпион мира но теперь о некоторых событиях 19 сентября 1648 год по просьбе знаменитого математика физика и мыслителя блеса паскаля его зять флорен пире проделал опыт доказавший существование атмосферного давления вот как это было при помощи запаянной с одного конца стеклянной трубки опрокинутый другим концом чашечку с артутью предстояло измерить на какую высоту поднимается в ней жидкий металл у подножия и на вершине горы пьюдидом 1647 метров как паскале предполагал на вершине столбик ртути остановился на более низкой отметки ведь там толще земной атмосферы ровно на 1647 метров меньше в честь этого открытия единицу измерения давление называют паскалем ну а при чем тут взять спросите вы да при том что сам паскаль тогда передвигался на костылях и подняться на вершину не смог бы 1727 год пал меньшиков завершилась фантастическая карьера самого знаменитого птенца гнезда петрова генералиссимуса светлейшего князя александра даниловича в результате хитро закрученных интриг и кратковременной утраты полудержавным властелином бдительности юный государь петр второй днями ранее отказавшийся жениться на дочери меньшикова марии подписал указ о его ссылке и лишение всех чинов званий и должностей а заодно и всего огромного имущества спустя два года меньшиков умирает в нынешней тюменской области а чуть позже неожиданно скончался и молодой монарх петр второй 1876 год в сша изобретатель мэлвил биссель патентует первое устройство для чистки ковра мэлвил и его жена анна держали посудный магазин в штате мичиган поскольку им постоянно приходилось очищать ковер от опилок муж и изобрел уникальную машину для чистки ковров и запатентовал ее когда клиенты и друзья начали спрашивать а где не могут приобрести такую машину рождается новый бизнес и деньги появляются 1928 год премьера в нью-йорке первого звукового мультфильма с микки маусом пароходик вилли мышонок еще не имеет голоса и мало похож на привычный нам образ талантливый художник айб айверкс подсказал уолту диснею образ мортимера мауса забавного мышонка с большими ушами и нахальной мордашкой успех окажется ошеломляющим в 1932 за создание этого персонажа уолту достоится оскара 1944 год так называемая московская перемирия подписано финляндии с одной стороны и ссср с великобритании находящихся в состоянии войны с финляндией это фактически завершила советско-финскую войну сорок первого сорок четвертого годов выдвинутые москвой условия оказались тяжелее чем ожидали финны но они принимают их концу сорок четвертого на вновь отошедшую к сср территорию начинает возвращаться эвакуированная в сорок первом году гражданское население 1978 год вечером на железнодорожной станции минеральные воды на северном кавказе остановку делает поезд специального назначения в нем из москвы в столицу азербайджана баку следует генеральный секретарь цк кпсс леонид брежнев сопровождение своего помощника константина черненко на перроне их встречает председатель кгб юрий андропов который проходит курс лечения в соседнем кисловодске и партийный хозяин створопольского края михаил горбачев четыре человека вместе которым суждено было в дальнейшем сменять друг друга в качестве руководителей советского государства 1991 год немецкий турист гельмут симон обнаруживает в тающем леднике в тирольских альпах на итало австрийской границе мумию человека который жил на земле примерно 5300 лет назад в эпоху неолита находку назовут эти по названию от стальских гор в которых его обнаружили хорошо сохранившиеся останки древнего мужчины позволяют установить его примерный возраст 25-35 лет рост и вес 160 сантиметров 50 килограммов его одежду и снаряжение но еще в одном событии подробно 19 сентября 1990 год во всемирной паутине зарегистрирован первый отечественный домен с ю а первым российским сайтом становится ресурс отделения математики российской академии наук после распада ссср бывшие союзные республики ставшие независимыми получают собственные домены тогда как для россии международный сетевой информационный центр в апреле девяносто четвертого года регистрирует национальный домен ru кстати первый сайт 1 defis 9 defis 9 defis 4 точка ру сохранен для истории в первоначальном виде можете убедиться в этом прямо сейчас ну а зона с ю совет юнион была заморожена и в этом состоянии прибывала до тех пор пока в декабре 2002 года ее не открыли для приоритетной регистрации новых имен так что можно теперь и там и там с вами был николай пивненко в проекте дата